всем тоже привет как мы обещали показать вам новый еще один ролик о предательстве и тому подобное вот сейчас я хочу познакомиться с Екатериной это как его сказать давний стержень приюту можно так это выразить и у нее именно две собаки это одна из них дочь волкана а вторая она ему приходится внучка внучка внучатая племянница короче говоря вот так вот однажды это будет позже рассказано сейчас я хочу сказать о чем мы хотим сейчас выпустить собак и посмотрите вы увидите как относятся наши собаки к катиным собакам то есть если у них родственные чувства это сестра это их не мама ну там папа и дедушка выпускаем а 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 и Сейчас мы запустим остальных родственников, скажем так, и вы посмотрите на эту реакцию, сколько прошло времени, и насколько собаки помнят свою родню, и какие будут отношения. Это сейчас чудо, как нюхает маму, отца понюхала, видит и радостную встречу. Собаки спустя много лет узнали друг друга, сестру, она понимает, что это сестра, а собака понимает, что это. Мача! 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 Никуда, Мача! То есть, смотри, в отдельный день никогда не было. Но они друг друга это не знали, Мача угомонилась. Всё, расслабилась. Вот такая встреча, грубо говоря, спустя много лет, то есть собаки сейчас прекрасно показывают, что они помнят эти отношения, да, и как бы у собак существует память родственников, связей и тому подобное. Что мы сейчас наблюдали. Но потом мы перейдём в более такую комнату, где нужно будет расписать. Всё же, каким образом это всё случилось, я думаю, мы сейчас переместим всё в другую комнату, и я поведаю вам этот рассказ. Короче говоря, Малкана, ну, или меня любят, да? Ай, где уместят. Ну, я сейчас о чём хочу рассказать. Ну, места сегодня мало, будем на ходу, короче говоря, рассказывать. Ну, я расскажу сейчас про эту ситуацию со своей стороны, Катя расскажет со своей стороны, кому как больше понравится. Я думаю, что Екатерине тоже есть чего о собаках много рассказать об этих, и вы узнаете всю эту историю. В общем, чудовинка, она родилась в приюте от Балкана, ну, от Гафички и Балкана, то есть это основатели приюта. То есть сказать, это ихняя дочь. Ну, как-то раз я прихожу с Калкоски, а у Сердиши у неё, ой, не у Сердиши, а у Чудовинки так и остался шрам на лапе, на передней лапе у неё серьёзно шрам. Она очень глубоко разрезала, полоснула вены, всё было в кровище. Ну, как бы тянуть до больницы времени не было, и я принял решение самостоятельно, короче, я её что-то. Каким образом? Ну, перевернул её в табуретку, положил в табуретку подушку её кверху лапами, потому что там у нас истеричка, правильно я говорю? Давай ещё там. Да, они все истерички. Примотал лапы скотчем, взял обычную иголку, нитки и зашил её, скажем так. Ну, у меня всё удачно получилось, короче, я сумел её заштопить. Там немножко рано гнило, но, потому что нитки нитей использовал, ну, тем не менее, кровь остановил, собака жива до сих пор. Вообще, почему её зовут Чудовинка и как у неё вообще жизнь осталась? Когда они родились, нам в приют, ну, скажем так, доброжелатели затащили Интерит, зная о том, что в их приюте Интерит, они к нам отправились в гости. У нас в это время, скажем так, не то, что не плановая вязка, а по незнанию ещё, по неумению, по начинанию появились щенки. И вот эти доброжелатели принесли нам этот Интерит. Естественно, и Чудовинка, и Сердейша, и все их другие братья и сёстры заболели Интеритом. Это опаснейшее заболевание для собак, смертельное, вот, 70% смертность считается. Так мы их выпаивали, я не знаю, ну, тогда мы ещё не знали антибиотиков и тому подобное. То есть лечили как могли. В основном они у нас жили на минералке, она в них втекала и вытекала, то есть как будто кран подключили на минералочку. И вот этой минералочкой мы их отпаили. Вот, остались эти щенки. И я хотел в своё время Чудовинку пристроить в новый дом, искал её хозяина. Она была совсем маленькая. Я помню этот день, когда я завернул вот так вот её, она совсем крохотулька была. И понёс по адресу показать её, тогда был февраль месяц. Я пришёл, показал её. И люди захотели её взять, они брали её для девочки. Ну, а так как было холодно, собака должна была жить во дворе на улице, да, не на сыпиной в будке. Я говорю, давайте морозы переждём, я вам её тогда принесу и всё. И договорились, что они её забирают. И там девочка была маленькая, я её спрашиваю, а как собаку-то назвать? Давай я её назову по имени, чтоб она уже к имени привыкала и у тебя уже будет собака с именем. И она её назвала, как же там она? Диковинка. Как? Диковинка, Диковинка. Она её назвала Диковинка. Я её спрятал за ту самую, ну опять несу вот так вот. Иду всю дорогу и Диковинка, 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 чтобы не забыть, как её зовут. Падаю, конечно говоря, и забываю, ну скользко было, забываю, как её девочка назвала. Иду по дороге вспоминаю, чудо, иди ко мне, чудо. И по дороге вспоминаю, как эту собаку зовут. Ну точно вспомнить не могу, помню, что что-то похожее на чудо. Ну я, а, чудовинка, ну так вот она осталась чудовинкой. А потом, скажем так, ну она гиперактивная, и она не вошла в цирковую группу. Почему? Потому что она гиперактивная. Да, ну видно, все лежат там. Нам нужны были более-менее спокойные собаки, скажем так. Они гиперактивные, но немножко не стою, как чудовинка. Потому что чудовинку сложно было остановить на одном месте, чтобы мы могли работать. Это вот такая вот собака. Ну то есть, если все идут по команде рядом в город без поводков, да. Чудовинка ещё умудрялась. Ай, я тут что-то увидел. Разбегается со всей дури в проходящую машину по дороге, бочитую головой. На! Это чудовинка. Всё, после этого мы её отработали. Ну, исключили, короче, из выступлений. Ну, дальше мы ходили на прогулки. Екатерина постоянно приезжала, нам помогала в приюте, и лечила, и ухаживала за больными, и привязалась к собакам. Особенно ей много пришлось повозиться за жизнь Сердиши, потому что у Сердиши тоже была очень серьёзная болячка. И её практически из того света вытаскивали. Вот. А Сердиши у нас, получается, это от Томича, от сына Валкана уже, да? Так получается? Слушай, я не знаю, кто не отбал, так вот кто-то. Да, от Томича её отец. Да-да-да, от Томича она. И момент какой? Смысл в чём? Однажды мы пошли на прогулку. Ну, то есть, куда бы я ни шёл, все собаки всегда ходили за мной. А однажды, когда мы пошли на прогулку, Катя что-то забыла в приюте, и второй дорогой через лес пошла в приюнь. Чудовенько пошла в ней. Я, честно говоря, офига была-то то, что она оставила меня и ушла с Катей, я сказал, предатель. И всё. И чудо стало Катиной собакой. Вот. Ну, а так как, ну, как говорится, где двое, там и трое. Катя домой забрала двоих собак. И Чудовеньку, и Сердишу. Вообще, как бы сказать, ну, это было, конечно, тяжёлое для неё решение такое серьёзное забрать двух собак. Это не шутка. Вот. Ну, она сделала всё, и собака сейчас с ней. Ну, Екатерина, расскажи ты о них, что это вообще за собаки, и как ты на всю эту ситуацию смотришь? Ну, в принципе, как бы по видео видно, что собаки гиперактивны. То есть у них у обоих шило в копе, большие шило, что одно, что у другое. Ну, а так, жизнь в приюте дала им обалденный старт. Собаки воспитаны, они умеют общаться, они знают правила, они привыкли их выполнять. Ну, как видишь, мы любим абсолютно всех, да? Мы любим всех собак, мы любим всех людей. Ну, это пока мама рядом. Когда мамы рядом нет, мы никого не любим. Причём я хочу сказать, что Сердиша всю свою жизнь была собакой одного хозяина, то есть хозяйки. Она к другим людям не подходила. Ну, с возрастом, общение с человеком, вот это как бы её отношение к другим людям более толерантное стало. Она спокойно подпускает, даже ласится и подходит. Ну, как у вас сказать, вот у меня сейчас такие ощущения, что мы опять на месте старого приюта. Я просто смотрю на чудовинку, смотрю на Сердишу, как бы семейка восполнилась. Ну, сейчас вот в данном случае видно, что вот сидит их мамка или бабка, вот какие отношения. Ну, они кроме друг друга, просто у собак, наверное, это более скромно выражается. Ну, спустя столько лет увидится. Ну, что ты можешь рассказать об этих собаках ещё? Какие они по характеру? Кто из них главный? Главное у нас всегда была Сердиша, Сердиша главное остаётся. То есть, несмотря на то, что её чудовинка воспитала, эта собака устанавливает правила, устанавливает очерёдность, кто ест, кто как выиграет, кто как жалеется. То есть, как бы, мы очень любим на чудовинку порычать, погонять её от хозяйки. Вот. Хотя, как бы, разница в два раза по возрасту. Но Сердиша у нас доминал. Из-за агрессивности, вот, как бы, у чудовинки, у неё осталось то, что она всегда защищает Сердиша. То есть, если она на улице видит, что какая-то собака или какой-то человек негативно относится к Сердиши, мы, конечно, её защищаем. Мы сразу шерсть поднимаем губы. Потому что это наши любимые реальки, да? Молодец. Ну... Ну, а так... После приёта собаки, в принципе, к дому быстро очень привыкался. Ну, ты... Видимо, настолько такая атмосфера у них здесь была создана домашняя, что особой разницы для них и не произошло. Я ещё хочу сейчас рассказать, я вспомнил как раз при случае, случай, который произошёл опять же с чудовинки. Ты помнишь, как мы её пристроили в хороший дом? Ну, там реально были хорошие... Да, там был хороший дом, где её кормили котлетками, конфетками, но... Вот у нас такая чудовинка, не надо ей конфетки, котлетки, ей надо было... Короче говоря, что она обморозила. Мальчик вышел на улицу выносить мусор. Чудовинка воспользовалась этим, прошмыгнула. И вывылась в район. Дорогу домой она не знала. И вот она носилась по этому району, никому не даваясь в руки. То есть её люди видели, она приходила на последнее место, где её оставили. То есть на точку, как это обычно собаки делают. Но понюху она найти не могла. Ничто? Не понюхала, а по компасу в голове она не могла найти место, где располагался приют, где вся семья и тому подобное. Сердишина? В конечном итоге, я уже не помню, как мы узнали, волонтёры сообщили, что вот бегает вот такая вот собака, в том-то, в том-то районе с ошейником, в руки не даётся. Мы посмотрели, что это чудовинка. Мы тогда с Катей собрались, приехали в этот район, начали искать её, спрашивали, не видели ли такую собаку. И, как говорится, язык до Киева доведёт. Доведёт нам, подсказали, где её чаще всего можно видеть. И мы увидели перед своими глазами в поле тропу, то есть в траве тропа протоптанная. Она выходила, где-то по мусоркам бегала, где-то ещё что-то, короче говоря, подбирала, выпрашивала. И возвращалась всегда на поле, рядом с этим домом, в траве пряталась. И самое интересное, что когда мы приехали, начали её звать, чудовинка, чудовинка, она не поверила, что мы приехали. Она осторожно вышла, когда поняла, что это уже Катя приехала, я приехал. Конечно, она вышла, обрадовалась этого всему. И мы её забрали в приют и больше уже никому её не отдавали. Почему? Потому что было понятно, что эта собака не будет жить ни в каком доме. Всё, в приют её семья и... Нет, на тот момент мы решили, что собаку, если и заберёт кто-то, то это буду только я. Да, да. Или приют, или я. Ну, как бы я её и забрала. Ну, так вот и осталось. Ну, как вот эта вот преданность собачья, да, которая, как оказалось, невозможно купить вкусняшками, хорошими условиями, потому что она в новый дом, когда попала, её помыли, она спала в постели с ребёнком и тому подобное. То есть условия шикарные были для проживания. Но чудовинка выбрала всё-таки приют. Да, чудо? Чудовинка. Чудовинка. А, чудовинка. И помощь уже. И помощь тоже. Ну, всё. Всё. Пошли назад в приют, э? Нет, скажи. Не пошли. Какой приют? Я домашняя дама. Ну, всё, ладно. Я привыкла спать на тёплой кровати. А тебе два раза в день мы будем, да? Нет, скажи, у нас четыре раза. Четыре раза? О, нет, четыре раза. Ну, всё. Молодцы. Хорошо. Молодцы. И сердиша молодец. Чудовинка. Кваски уже совсем старенькие стали. Ну, да, Тюбик, да. Вау, вау. Заянки давай. Ну, всё. Хорошо. Тебя погладить надо. Тюбик меня погладить. Ну, в принципе, на этом вот я и хочу завершить эту историю. То есть, особо здесь никакого секрета не было. Просто однажды на прогулке собака решила уйти с Катей, а не остаться со мной. Вот. Решайте сами, садите сами, как вы это назовёте. Но, тем не менее, как у вас сказать, выбрала она вот Вот, кого хозяина? О. Да, Чудовинка? Да? Ну, молодец. Ну, скажи, я не знаю. Всё, молодец. Ну, всё. Ну, хорошая ситуация. Чудовинка, молодец. А я ворчишу. Ворчиша, что ты мне тут? Ворчиша, иди поцелуйся. Ворчиша, иди поцелуйся. Ворчиша, иди поцелуйся. Ну, на этом я хочу закончить наш рассказ. Мы пойдём дальше заниматься приютскими делами. Вот. А вы пишите, пожалуйста, комментарии, что вы обо всём этом думаете. Потому что нам, конечно, тоже интересно ваше мнение. Как это... Как это вами будет воспринято, и как вы это всё опишите. Предательство, непредательство, выбор хозяина. Всё, что угодно. Пишите, нам тоже интересно. Пишите, нам тоже интересно. узнать ваше мнение. Всё. Всем пока. До скорых встреч. Гуляй. Гуляй. Все нормально. Гуляй. Все нормально. Гуляй. Гуляй. Гуляй.